Привет, друзья, с вами Кики. Сегодня будет видео касательно одного письма, которое я получил. Я много писем получаю от подписчиков. Спасибо вам большое. Знаете, что я все читаю, и мне очень тепло за эти слова и предложение о сотрудничестве. Просто у меня нет времени отвечать. За что? Простите. И последнее письмо содержало не только информацию, как мы можем сотрудничать, но и CV, которые, если честно, я не открыл и не буду открывать. Смотрите, со всеми людьми, с которыми я работал, я всегда набираю в команду таких людей, которые готовы сделать. Мне не важно, он имеет опыт, он учился где-то, работал где-то, у него есть сертификаты или нет. Мне все это не важно, абсолютно не важно. К примеру, сам первый человек, с которым я начал работать, у нас разговор был таким. Ты знаешь язык C++? Он сказал, нет. Ты знаешь, как программировать нам уже сайты и приложения? Он сказал, нет, опыта не имею, но сделаю. Я сказал ему, что тебе надо для того, чтобы выучить это? Мне нужно это быстро. Нам нужно это быстро. Он сказал, что ему нужен компьютер, поскольку он только вернулся из армии, у него нету мака. Для приложения нам нужен был мак, вот поэтому у него не был мак, у него был PC. На маке можно было установить X-коды и начать программирование положения. Так вот, на следующий день я пошел, взял ноутбук, отдал ему. И через 2 недели он уже делал работу, он уже показывал отличные результаты. Мы с ним очень долгое время работали вместе после этого. Второй человек. У меня однажды не было времени для того, чтобы делать монтаж на канале Кик-Овзор. Вот поэтому мне нужен был человек, который сделает монтаж. Вот тогда я и встретился с одним человеком, с которым до сих пор работаю. Он тоже сказал, что монтажем не занимался, но он делает это. Я сказал, ладно, ладно. Я помню, как он привез ролик, который он сам, первый ролик взял в монтаж. Этот ролик не был хорошим. Но это нормальный человек, первый раз привел, взял, сделал, привел. Я снова сделал монтаж и дал ему другой ролик. Примерно 50% второго ролика было хорошее. Я опять все снормализовал, и третий ролик он уже сделал так, как надо. И в очень многих других проектах мы с ним до сих пор работаем. Третий человек, мы называем его Черным. Он пришел к нам работать оператором. Ну вот, бывают люди недотроги, да? Как в «Побеге шаушеньки» в фильме, когда человек говорит, недотрога, люблю таких. Вот, а он был как-то недотрогой. Мне это понравилось. Он стоял на своем и думал, что он знает, как все это делать, ему не надо. Он слушал, но показывал, что все равно я знаю, мне не надо учиться. Но слушал. Это было заметно. И вот однажды в кухне мы стояли, он пришел, начал по-русски говорить. Я увидел, что он прям очень хорошо знает русский язык. И вот он сидел однажды перед телефоном, подошел к нему, сказал, давай напиши текст для Кик-Обзора. Ну, я не могу, я не знаю в первый раз. И все. И так все началось. Он начал заниматься текстами Кик-Обзора. Потом мы с ним уже в другие проекты вошли. Так что, что я хочу сказать? Ти-ви или профил в LinkedIn. Для меня это все ничего. Для меня самое важное, человек готов с тобой пойти или нет. В любом случае, я достигну своей цели. Если ты готов пойти до конца, мы разделим цель в конце. А если где-то в середине ты ищешь, что твой путь другой, это твое дело. Но взять кого-то, начать с кем-то работать из-за сертификатов, немало. Мораль басни такова. Если вы учитесь в университете, выходите. Если у вас нету советской собственной компании, начните. Не важно вам 18, 25, 30. Это абсолютно не важно. С кем-то хотите начать работу, не показывайте. С CV не говорите. Вот я тут работал, тут работал. Не показывайте. Не говорите. Вот мой список, что я могу сделать. Через пять минут разговору ясно будет. Ты можешь это сделать или нет. Ты хочешь этого сделать или нет. И вернемся к письму. Спасибо вам огромное за письмо. Мне нужна команда для разных проектов. Я хочу открыть спецфонд, но уже два месяца как это просто заморозилось. Жизнь короткая штука, ребят. Не тратя на университет, на то, чтобы другой зарабатывал на вашем труде. Это неправильно. Для того, чтобы что-то создать, начать, нужно просто это делать. Спасибо всем. Увидимся.